Это программа СИЮН. Зов сердца. Остров открытий. Так называется выставка, которая открылась в Ненецком краеведческом музее. Необычное в этой выставке не только название, она интерактивная. Что это такое и какие открытия ждут маленьких зрителей, узнаем у гостя программы, сотрудника музея Сергея Уварова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы эту выставку видели, а вот наших зрителей, к сожалению, нет. Я вам предлагаю сейчас посмотреть самый удивительный фрагмент этой выставки. Давайте посмотрим. Давайте. Вообще молодцы! Ура! Похлопаем друг друга! Обаятельный и непомерно умный барон Мюнггаузен в своем репертуаре. Он знает все секреты мироздания и делится ими с любознательными детьми. Рассказывает о самом высоком человеке в мире, какова на ощупь шерсть медведей, что находится внутри тела человека. Вот это? Как вы думаете, что такое? Это легкие. Легкие для чего нужны? Чтобы дышать. Чтобы дышать, правильно. Условия для новых открытий самые подходящие. Все можно потрогать, пощупать и даже понюхать. Не в каждом музее дозволено быть с экспонатом на «ты». Выставка «Остров открытий» снимает стереотипы с музея как скучного и консервативного заведения. В настоящее время музейное дело в стране и в мире переживает новый этап. Появляются новые интерактивные задания. А здесь целая выставка, которая была создана коллективом биологического музея имени Тимирязева. Выставка состоит из нескольких стендов определенной тематики. Ребенку достаточно подойти и ознакомиться с заданием. Для того, чтобы найти ответы на все вопросы, потребуется изучать карту мира и размещать на ней специальные значки. Измерять свой рост, смотреть через линзы, имитирующие глаза бабочки. Составлять меню для разных животных, раскладывать предметы по корзинкам, работать по чтальонам, складывать кубики так, чтобы получилось изображение скелета и многое другое. Я не знала, что раньше был такой большой человек и что еще был маленький, очень маленький. Узнала, какие были лапки у птиц и какие динозавры, что едят. Больше всего мне запомнилось, вот где мы пальмы, мы руки пихали, отгадывали. Ты отгадала? Да. Что у тебя было? Шишка. Каждый, кто оказался на острове открытий, становится исследователем и действительно может совершить немало открытий для себя. Сергей, мне повезло. Я эту выставку увидела воочию, а не на экране. Но меня удивил один факт, что не было надписи, вернее, не трогать руками. В чем особенность этой выставки? Ну, особенность этой выставки заключается в том, что она интерактивная. То есть все интерактивы, все инсталляции, все предметы, которые находятся на этой выставке, можно потрогать, поиграть и узнать при этом что-то новое об окружающем нас мире. Выставка путешествует по нашей стране, и вот она наконец-то приехала в Нарьинмар. Сама выставка из Тимирязево, с города Москвы. Вот. Выставка в Нарьинмаре находится всего лишь месяц, но тем не менее она пользуется огромной популярностью среди населения. К нам приходит большое количество детей. Все интерактивы разные. Какие-то интерактивы посвящены, допустим, изучению отпечатков ледов животных. А есть интерактивы, которые связаны с тем, чтобы узнать, на каких континентах животные обитают. Есть интерактивы, допустим, которые связаны с пряностями, для того, чтобы определить, какие части растения мы используем ежедневно в пищу, в качестве, скажем так, уже добавок. То есть при этом интерактиве мы даже запах ощущаем, чувствуем запах, нюхаем непосредственно вот эти пряности. А есть интерактивы, которые связаны с изменением классического зрения. То есть это 3D зрение, это зрение насекомых. То есть там есть специальные такие очки, которые показывают, как видит окружающий мир насекомые. То есть потому что у них сложно устроены глаза, устроено у них посеточное зрение, и у насекомых глаз, он как бы состоит из множества более маленьких глаз. И вот таким вот способом, такой вот игрой, таким вот увлекательным занятием мы стараемся привлечь внимание людей и в первую очередь детей к изучению окружающего их мира. И я думаю, это очень успешная практика, которая оправдывает себя. Я думаю, это не первая и не последняя выставка, которая будет проходить в таком же духе в финах нашего любимого с вами Крыльевического музея. А на какой возраст рассчитана выставка? Вообще выставка в рекомендациях, которые нам были отосланы, нам учитывается возраст от 7 до 15 лет. Но, естественно, мы тоже не просто так находимся в музее. Мы адаптируем эту выставку под любого посетителя. То есть вот ребенок, он должен прийти в сопровождение взрослого, да? Он, наверное, один не сможет справиться вот с этими заданиями? Там же все равно нужен какой-то... Нет. Нет, абсолютно. Единственное, что необходимо, если вот дети посещают сами выставку, дети должны уметь читать, естественно. То есть в чем особенность? У каждого задания, которое находится в выставке, находится табличка, на которой написана суть задания. И вы непосредственно можете сами понять, что там находится, как вообще его выполнить. Поэтому дети, с которыми не умеют читать, желательно, конечно, чтобы они приходили с присутствием взрослых. А география этой выставки, вот насколько я помню, что там не только ведь Россия, там еще теплые страны, да? Вообще-то весь наш мир, да? Вся планета там охвачена? Полностью, да. То есть охвачена вся планета и охвачены всякие различные природные особенности. То есть это... То есть вся Земля. Это то есть и Арктика, и Южный континент, такие как Австралия, там Южная Америка. А не было ли у вас, Сергей, у сотрудников музея идеи создать свою такую же выставку, только на нашу местную тематику переложить? Нет, у нас идеи, естественно, конечно же, есть. Их много, да, скажем так, идей. Мы, естественно, создаем все, что возможно. Но мы стараемся, прежде всего, так как мы краеведческие музеи, мы стараемся именно показать наш природный, наш край, наш потенциал. Но там нельзя потрогать. Да, нельзя потрогать. Но у нас в музее есть, даже вот в залах постоянной экспозиции, есть интерактивы, где можно прийти и потрогать. Ну, к примеру, это те же самые ненецкие игрушки, да. То есть головоломки ненецкие, ненецкие шашки, тэпка, да. Это устройство для розжига огня, да. То есть оно есть, безусловно. Идея есть, но мы планируем. Когда оно будет реализовано, я точно не знаю. Но нужно, видите, региональный компонент, он подразумевает более глубокое изучение именно вот этого региона, да. И там, естественно, каждая фигурка, каждая инсталляция, да, которая там находится на этой выставке, она прорабатывалась не одним человеком, да, не одним, не двумя, не тремя сотрудниками. Там работали целые как бы группы, да. То есть у нас есть группы, которые занимаются там, к примеру, броня, ну, созданием образов, да. То есть кто-то там дизайнеры. То есть и музей также работает. Плюс, естественно, нужен поиск финансирования, да, дополнительного. Потому что выставка не дешёвая. Чтобы её создать, мы её создать можем, естественно. Но её же нужно будет потом ещё и окупить. То есть как бы в этом интерес заключается. Или отправить куда-то, да, к примеру. То есть первоначальное вложение в подобные вещи достаточно большие. То есть им нужно понимать, что прежде чем создать такую выставку, нужно понимать концепцию её. То есть разработать её сначала на бумаге, создать проект. Потом уже с этим проектом просить какие-то конкретные финансовые средства либо у руководства региона, либо у представителей бизнеса, к примеру. Спасибо вам большое, Сергей, за интересное интервью. Не за что. Приходите к нам. Спасибо. Это была программа «Сиюн. Зов сердце». Сегодня у нас в гостях был сотрудник Ненецкого музея Сергей Уваров. И говорили мы об уникальной интерактивной выставке «Остров открытий». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова